Добрый вечер! Четверть жителей Грузии подписались за отставку Саакашвили в Нью-Йорке. Десятки людей пострадали в аварии пассажирского парома, а украинские пассажиры аэросвита до сих пор не могут вернуться домой. Мы расскажем, чем сегодня жила Одесса. Разрыв шаблона. Выборы прошли, а депутаты от оппозиции продолжают открывать свои приемные. Здесь находится приемная депутата городского совета Остапенко. Работают помощники народных депутатов Украины Геннадия Москаля и Арабец. Пляжный сезон на Зимнем море в самом разгаре. Когда-то здесь была Федерация закаливания и зимнего плавания. Было на 125 человек списочного состава. Хрущу 70. В Одессе открылась выставка, посвященная годовщине со дня рождения художника-самородка. Многие художники могут сегодня смело, одесские художники смело сказать, что они берут исток свой в хрущину. Эти и другие темы в материалах моих коллег. Оперативно, объективно, интеллигентно. От выборов до выборов в городе продолжают открываться депутатские приемные. Представители оппозиционных политических сил теперь будут еще ближе к жителям Суворовского района Одессы. Новая общественная приемная депутата в разных уровнях открылась по адресу Ростовская 6. Побывал в ней и Максим Шпат. Одесситы привыкли к тому, что общественные депутатские приемные открываются за несколько месяцев до выборов. А по их завершении работа таких приемных полностью замирает. Тем не менее, представители объединенной оппозиции заверяют, свои приемные закрывать не собираются. Более того, планируют открывать новые. Совсем недавно представители депутатского корпуса от объединенной оппозиции открыли общественную приемную. На этот раз для жителей Суворовского района Одессы. Стало уже доброй традицией накануне Нового года по инициативе народного депутата Москаля Геннадия Геннадьевича и руководителем фронта ЗМИН в Харатовском совете Остапенко Александра Анатольевича открывать общественные приемные народного депутата Москаля. В декабре 2011 года начала работать такая общественная приемная в Киевском районе. И вот в декабре 2012 года мы открыли общественную приемную в Суворовском районе. По словам общественного деятеля Александра Сомова, подобные приемные нужны многим одесситам. И в первую очередь тем, кто испытывает социальную напряженность и несправедливость. Ведь очень многие одесситы даже не в состоянии оплатить консультацию юриста. В приемных, открываемых оппозиционными силами, такая услуга доступна всем совершенно бесплатно. По словам Александра Сомова, в общественной приемной работают высокопрофессиональные специалисты. Пойти навстречу нуждающимся и оказать им юридическую помощь, тем более, что в новой приемной будут работать представители оппозиционных депутатов разных уровней. А часто вести прием граждан планируют и сами депутаты. В этой общественной приемной находится моя приемная как общественного деятеля. Также здесь находится приемная депутата городского совета Остапенко. Работают помощники народных депутатов Украины Геннадия Москаля и Арабец Леси Юрьевны. Помимо юридических консультаций и правовой помощи, а также общения с представителями депутатского корпуса от объединенной оппозиции, все желающие могут проконсультироваться с специалистом в сфере пенсионного законодательства и вопросах ЖКХ. Благодаря уникальной программе «Справедливая пенсия» вам смогут помочь пересчитать пенсию. Ведь, как правило, в пенсионном ведомстве она очень часто начисляется не в полном размере. Я провожу приемы пенсионеров и будущих, и настоящих по программе «Справедливая пенсия». Что такое программа «Справедливая пенсия»? По-моему, заключено уже в названии и ответ. Это чтобы человек получал пропорционально своему вкладу хотя бы эту пенсию и соответственно законодательство. Уже первые дни работы показали актуальность и необходимость такого вида работы общественников и депутатов от позиций с населением, рассказал Александр Сомов. А учитывая, что Суворовский – самый населенный район Одессы, то, как отметил Александр Сомов, в ближайших планах открытие в этом районе еще одной депутатской общественной приемной. Максим Шпат, Олег Шпак. Новая Одесса. Штормовые предупреждения им не указ. Одесских любителей зимних прогулок по пляжам ни погода не пугает. Пока море у побережья не затянуло льдом, самое время покупаться в холодной воде, уверены моржи. Одним из них почти стал и наш корреспондент Вадим Шпаченко. Если в Новый год Одесса вступила без снега, то уже к Рождеству городские улицы укрылись белым ковром. На севере региона в результате обильного снегопада спасателям пришлось откапывать несколько десятков машин. И пока в области людям приходилось пробиваться сквозь снежные дюны, в Черном море и на его берегу каждый день объявляют штормовое предупреждение. Несмотря на то, что море еще и не думает замерзать, вода уже достаточно холодная. И тем не менее находятся люди, которых это совсем не пугает. 64-летний Юрий Нестеров ежегодным зимним похолоданием рад. 30 секунд в ледяной воде здоровью только на пользу. Этим принципом Одесский морж пользуется уже 40 лет. Несколько раз в неделю мужчина купается в ледяном зимнем море. Когда-то здесь была федерация закаливания и зимнего плавания. Было на 125 человек списочного состава. Сейчас осталось где-то около 5-6 человек. Видел, люди купались, решил присоединиться. Молодой был. Знаю, по крайней мере, людей, которые уже в возрасте в прошлом году тоже присоединились. И вот уже полтора года тоже тут купаются. После распада Советского Союза прекратила свое существование и федерация зимнего плавания. Однако это не мешает любителям до сих пор регулярно собираться на Одесском пляже «Дельфин» и закаляться. Вступить в ряды моржей может каждый желающий. Получили приглашение Вадим Шпаченко, Эдуард Шендерович и «Новая Одесса». Череда новогодних детских представлений подходит к концу. В Одесском русском драмтеатре состоялся последний спектакль «Тайна железного рыцаря». Обычные ребята сидели бок о бок со своими сверстниками с особыми физическими потребностями. Инвалидами из различных воспитательных учреждений Одессы. Подробнее в сюжете наших корреспондентов. Жене Свищену 8 лет. Он воспитанник школы-интерната номер 7 для детей-инвалидов с последствиями ДЦП. Мальчик учится в первом классе и очень любит сказки. Конечно, сегодняшний спектакль не мог пропустить. Герои понравились, потому что они хорошо... Хорошо, ну... Они добрые, скажи. Они добрые, они такие ласковые. Театр открывают для таких детей мир, уверена Людмила Горбарчук. Одесситка работает библиотекарем и учителем мировой литературы в 7-м интернате и часто сопровождает своих подопечных во время посещения массовых мероприятий. Они открывают детям мир, который в какой-то мере для них ограниченный, потому что это все-таки дети, которые живут и не воспитываются в семье. И естественно, что для детей такие мероприятия, спектакли очень ценные, потому что, во-первых, они узнают сказки, которые читают. Представление «Тайна Железного Рыцаря», прошедшее сегодня в Русском театре, это продолжение сказки «Волшебник изумрудного города». Такие произведения делают детей лучше, ведь в них добро побеждает зло, говорит Марина Конюхова, главный администратор театра. Вот «Железный этот рыцарь», он как бы попадает в страну волшебную, там где гномики различные, различные персонажи современных мультиков, то есть тут идет такая вот, как калаш такой вот. Заканчивается, как говорит моя внучка, шикарной вечеринкой. Сказку детям показал хореографический ансамбль «Калейдоскоп». Его руководитель Татьяна Сливченко уверена, ребята с ДЦП пытаются запомнить движение танцующих сверстников и подражают им. А это положительно сказывается на их физическом развитии. Мне кажется, что дети, посмотрев спектакль, посмотрев, как другие детки танцуют, хотят, наверное, тоже развивать свой творческий потенциал. И мне кажется, у них он есть. Вместе с детьми волшебный спектакль смотрели Татьяна Леонова, Андрей Лысенко и «Новая Одесса». Его называли живой легендой художественной Одессы, но до своего 70-летия мастер не дожил. Юбилею Валентина Хруща посвящена выставка его работ, которая открылась во Всемирном клубе одесситов. Картины из частных собраний предоставили коллекционеры живописи. С экспозиции вернулась Татьяна Леонова. Валентин Хрущ родился на Пересопе. Будущего художника никто не учил живописи. В знак уважения к памяти легендарного самоучки коллекционеры Одессы раскрыли свои собрания для простых обывателей. Всего в экспозиции представлено более 40 работ. Создал целое направление. Не он создал, а вслед за ним были созданы направления. И многие художники могут сегодня смело, одесские художники смело сказать, что они берут исток свой в Хрущево. Первую свою выставку художник устроил самостоятельно на улице возле оперного театра вместе со Станиславом Сычевым. Первая свободная выставка в СССР вошла в историю под названием «Сычик плюс Хрущик». Первая заявка на то, что в Одессе есть неофициальное искусство. Мы тогда Хрущ позвонили, мы прибежали из редакции, смотрели на то, как это все происходило. 1967 год. Их не наказали, хоть через 2 или 3 часа выставка была снята, их, так сказать, уволокли. И все было, так сказать, на грани. Произведения Валентина Хруща хранятся в музеях и частных коллекциях в Украине и за рубежом. Ценители его искусства, всемирный глуподеситов, приглашают посмотреть картины художника до 5 февраля. Татьяна Леонова, Эдуард Шендерович, Новая Одесса. Добрая, игривая, дружелюбная и при этом смелая, ни себя ни хозяина в обиду не даст. Это о собаке породы Одис. Одесская домашняя идеальная собака. Первая украинская национальная порода, признанная в мире. Отличается веселым нравом, крепким телосложением, легкая в дрессуре. С владельцами Одисов и самими собаками общалась Светлана Пензова. Порода Одис была выведена одесскими кинологами в 90-х годах прошлого века. Руководствовались желанием создать красивую и здоровую домашнюю собаку. Поэтому за основу взяли породы фокстерьер, карликовый пудель и французскую баллонку. Но нрав у Одисов получился украинским, шутят собачники. Вы же знаете, это идеальная собака. Наверное, это у нее от украинских хозяев. Одесситы очень любят свой город. У нас даже не было двух вариантов. Конечно, Одис. Потому что в очень многих странах собаки, которые носят имя своей страны или своего города, они являются гордостью этой страны, этого города. Любят Одисов за их игривость, преданность, за живой ум и дружелюбный характер, а также за легкость содержания. Ухаживать за ним легко, здоровье хорошее. Мы вот 1 января, как правило, у нас традиция, ходим на море. Собаки плавают. Отменное здоровье у них. Добрая, ласковая, нежная собака. Подружилась с Алабаем. Алабай приняла. Делится сокровенным кашей с мясом. Пускает свою тарелку. Зато бенечка, вот, она защитница. Сейчас в Одессе 150 представителей породы Одис. А в мире в целом их насчитывается всего 300. Но останавливаться на этом одесские кинологи не собираются, ведь считают, что собаки этой породы действительно идеальные питомцы для семьи. Светлана Пензова, Евгений Оброславец, Новая Одесса. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Далее смотрите наш новый проект «Мир за 100 секунд». Не пропустите также прогноз погоды и обзор прессы. И пусть завтра добрых новостей будет больше. Встретимся на этом канале. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»